Бытие 29 Бытие 29. Известная глава. Иаков приходит в место, где жили родственники его матери, в дом его дяди. Приходит и влюбляется. Видит девушку и влюбляется в нее. Пожалуй, в этой главе мы впервые читаем в Библии о романтической любви. Иаков, как слуга Авраама, в 24 главе, видит колодец в поле. И видит стада пастухов. Он спрашивает пастухов, вы откуда? Они говорят, мы из Харана. Вы знаете Лавана? Спрашивает он моего дядю Лавана. Они говорят, конечно, знаем. Здоров ли он? Да, здоров. Вот как раз смотри, вот его дочь, Рахиль, с совцами идет. И когда они еще говорили эти слова, 9 стих, пришла Рахиль, дочь Лавана с мелким скотом отца своего. И 10 стих, «Когда Иаков увидел Рахиль, он отворил камень от устья колодезя и напоил овец Лавана, брата матери своей». 11 стих очень забавный. «И поцеловал Иаков Рахиль и возвысил голос свой и заплакал». Сегодня, на Западе, по крайней мере, так впечатлений на возлюбленную девушку не произведешь. Увидел, поцеловал, зарыдал. Но между Яковом и Рахилью произошло именно это. Он понял, что вот его родственница, его дальняя родственница, и он может ей помочь. Иаков сказал Рахиле, что он родственник отцу ее, и что он сын Ревекин. И они встречаются вместе с Лаваном. Лаван, я принимаю его, принимаю, и там говорят, «Ты один из наших, ты наша плоть и кровь, кровь моя и плоть моя». Он живет у них на протяжении месяца. И они договариваются вот о чем. Ему нужно будет, Якову нужно жить, и работать, он будет жить и работать. На Лавана, Лаван спрашивает, «Ну, какую зарплату хочешь?» 18 стих, «Яков полюбил Рахиль». Это романтическая любовь. Романтическая любовь, которая во многом основывается на внешнем виде. На внешности, потому что у Лавана две дочери. Одна старшая и некрасивая, звали Илья, а другая младшая, красивая, Рахиль. Кстати говоря, Рахиль или Рэйчел, так звали мою маму, и такое второе имя у моей дочери. Яков говорит, «Я буду служить тебе семь лет, за Рахиль». Зарахиль, младшую дочь твою, Лаван сказал. Хорошо. 20 стих, очень-очень-очень романтичен. Пожалуй, самый романтичный стих Библии. И служил Иаков за Рахиль семь лет, и они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее. Я неоднократно уже давал вам, неженатым и незамужним, советы. Не спешите с интимной близостью, выходите замуж или женитесь за тем, на том, кто любит Бога больше, чем вас. И 20 стих, еще один совет. Иаков ждал семь лет. Семь лет показались ему за несколько дней, потому что он любил ее. И вот духовный принцип. Похоть никогда не ждет. Она хочет все и сейчас. Любовь всегда готова ждать для того, чтобы отдавать. Как отличить похоть от любви? Первое послание Коринфянам, 13 глава. Любовь долго терпит. Похоть терпеть не умеет. Мы это видим в 29 главе книги Бытие. И так проходит семь лет. И Иаков говорит, ну все, жену давай. Отработал семь лет. Давай. Хорошо, устроим свадебку, говорит Лаван. Такую серьезную свадебку, хорошую. То, что происходит дальше, нам сегодня трудно себе представить. Как такое могло произойти? Как он мог взять не ту? Мы узнаем, что вечером Лаван привел Лию к Иакову. Иаков с ней переспал. У них начался медовый месяц. 25 стих. Утром же оказалось, что это Лия, не та. Урок получил по полной программе. Он прибегает к Лавану в злости, в гневе. Что это сделал ты со мною? Несколько мыслей по этому поводу. Во-первых, о том, как это все произошло. В голове такое не укладывается. Ну как же не укладывается? Давайте разберемся. Идет свадебный пир. На пире люди пьют. После пира шатер. Темно. Очень темно. Огонь не зажигают. Иаков входит в шатер и ждет Рахиль. Входит женщина в шатер. Повторяю еще раз. Темно. Он начинает говорить ей о любви. Говорит те слова, которые обычно говорят любящие люди. Он ее не видит. Она пальцем закрывает ему рот, закрывает ему губы. Он истолковывает это как ну хватит, хватит слов. Мы муж и жена, наконец. Он понимает, что это самый пикантный момент. Сейчас она перестанет быть девушкой. Станет замужней женщиной. Сейчас для нее особый момент. И сейчас ей не до слов. Хорошо, ей не до слов, думает он. Мне тем более не до слов. Я лучше сразу к действиям перейду. И переходит в темноте. Она при этом не говорила ни слова. Потом наступает утро. Ничего себе! Думает он. Но вот, что я вам еще скажу. Послание к Галатам, 6 глава, 7 стих. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. «Есть ли благодать?» «Есть ли благодать?» «Конечно». «А прощение?» «Да, конечно». «Но благодать и прощение позволяют ли избежать всех краткосрочных последствий греха?» «Нет». «Нет». «А Савл был убийцей?» «Да». «Стал апостолом?» «Да». «Прощены ему грехи?» «Да». «А Стефан, в убийстве которого он принимал участие, воскрес из мертвых?» «Нет». Последствия его греха остаются. Если у Стефана были родители, они продолжали скорбеть по своему сыну. Жена его оставалась вдовой. Дети оставались сиротами. Почему? Потому что Савл и его друзья убили Стефана. «Значит ли это, что он не может быть великим человеком Божиим?» «Нет, не значит». «Значит ли это, что он не мог написать 13 книг Нового Завета?» «Конечно, не значит». «Значит ли это, что он не мог проповедовать?» «Конечно, не значит». «Он великий проповедник». «Значит ли это, что были удалены все последствия его греха?» «Нет, это тоже не значит». Последствия остаются. «Яков, он был наследником Завета?» «Да». «Но имеет ли вот этот конкретный грех последствия?» «Да, имеет». «Что сделал Яков?» «Яков воспользовался слепотой своего отца». «Яков воспользовался тем, что отец не видит. «Полночь, в шатре, когда нет огня, все слепы, никто не видит». И что делает Иаков? Что в свое время сделал Иаков? Он притворился старшим братом и обманул отца. Что же теперь делает Лаван? Он выдает старшую сестру за младшую и обманывает Иакова. Как же потом Иаков мог сетовать на несправедливость? Ведь он сам сделал то же самое в свое время. Он приходит к Лавану и говорит, что такое? А Лаван говорит, да тут у нас такой обычай, что младший не может быть раньше старшего. Подождите, подождите. Нигде в Библии, ни в каком эпизоде Библии, этот эпизод, что посеешь, что и пожнешь, не проявляется яснее, явственнее, чем в жизни Иакова. Иаков сеял и сеял и сеял, а потом пожинал и пожинал и пожинал. Урожай оказался горьким. Не помню, говорил я об этом в Евангелии от Иоанна или нет, в курсе по Евангелию от Иоанна или нет. Но в заключении об этом скажу сейчас. Когда я жил в Мемфисе, как-то я проповедовал на завтраке бизнесменов в четверг. Туда приходили не только члены нашей церкви, туда приходили и неверующие люди. Вот как-то на этом завтраке я стал говорить о женщине-самарянке на основании четвертой главы Евангелия от Иоанна. Я думал, за три-четыре недели справлюсь. Мне на эту беседу понадобилось шестнадцать недель. Где-то недели на тринадцатой я понял все, пора заканчивать. Уже тринадцать или четырнадцать недель беседуем, все одно и то же, одно и то же. Наверное, эти люди захотят чего-то другого. Но, напоминаю, встречались мы по четвергам. В тот конкретный четверг был день Святого Валентина. Я думал, ну что же делать? С одной стороны, хочется закончить четвертую главу Евангелия от Иоанна, но, с другой стороны, я знал, что многие из них неверующие, в церковь они не ходят, и они только и думают, что одни Святого Валентина. И я думаю, ну как, ладно, может быть, еще раз об Евангелии от Иоанна, четвертая глава. Или, может быть, поговорить о Дне Святого Валентина, поскольку все равно только о нем люди думают. Решение далось мне нелегко. Решил я вопрос вот как, причем решение оказалось поразительным. Я увидел указание на День Святого Валентина в четвертой главе Иоанна Гелия от Иоанна. Я никогда это раньше не видел, никогда раньше не замечал. Но вдруг я видел, увидел момент в четвертой главе Иоанна Гелия от Иоанна, который непосредственно относится к Дню Святого Валентина. Решение проблемы состояло в том, что я мог проповедовать о четвертой главе Иоанна и о Дне Святого Валентина одновременно. Каким же образом? Сейчас покажу. Иоанна 4, 10. Иисус говорит, «Если бы ты знала дар Божий, и если бы я знала, кто говорящий тебе дай мне пить, ты бы сама дала мне, и я бы дал тебе воду живую». И она ему отвечает, «Знаешь, что говорит? Тебе подчеркнуть-то нечем. У тебя короткие руки, колодец глубокий, а ведро у меня. Как же ты дашь мне пить? Господин, тебе же и подчеркнуть нечем. А колодец глубокий. Они стоят, между прочим, в этот момент у колодца Яковлева». А потом она задает вопрос, задает вопрос, «Разве ты больше отца нашего Якова?» Были легкого вопроса. Придумать было невозможно. «Разве ты... Неужели ты больше? Неужели ты больше Якова, Иисус?» Ответ? «Слушай, разумеется. Еще как больше. Существенно больше. Ну, по миллиону показателей больше Якова». Один из этих показателей я вам сейчас расскажу. Это будет последний наш пример, который я приведу в этой части курса по книге «Бытие». Иисус больше Якова в том, что Иисус готов был полюбить невесту-дурнушку. Иисус был на это не способен. Иисус не мог полюбить Лию. Иисус не красивой она была. Иисус любит свою невесту, хотя далеко не красавица она. Иисус смог полюбить самарскую женщину-самарянку. Иисус смог полюбить Лию. Иисус может полюбить и любит церковь. Иисус любит меня. Иисус любит нас не потому, что мы красивы, но для того, чтобы сделать нас красивыми. Однажды мы будем красивы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...